Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Волейбольное Обозрение и я Евгений Монархович. Главное событие недели, безусловно, в белорусском, а может быть и не только в белорусском волейболе, это отчетно-выборная конференция, которая проходила в стенах Белорусского национально-олимпийского комитета. На отчетно-выборной конференции главным из рассматриваемых вопросов стал вопрос о выборах нового председателя Белорусской Федерации Волейбола и членов Президиума. Любители волейбола знают, а для непосвященных напомним, что предыдущий председатель Федерации Борис Васильевич Батура ушел на заслуженный отдых. Правда, как и полагается в подобных случаях, он отчитался за работу Федерации за последние четырехлетия. И право, этот человек хорошо знал свою работу, и волейбольная общественность, вне всяких сомнений, еще долго будет вспоминать Бориса Васильевича добрым словом. На предыдущей конференции в апреле 2011 года мы с вами избрали Президиум Белорусской Федерации Волейбола в количестве 19 человек, в который вошли руководители областных федераций, также авторитетные люди, которые уделяют большое внимание развитию волейбола в республике. Избрали руководителей комиссий. На протяжении отчетного периода Президиум работал стабильно, как того и требовал Устав Белорусской Федерации Волейбола. Регулярно проводились заседания, на которых рассматривались вопросы, связанные с развитием волейбола в республике Беларусь. Утверждались списки судей, планы работы исполнительной дирекции. Заслушивались отчеты главных тренеров сборных команд о выступлении на международной арене. Утверждались планы и списки сборных команд. Проведено всего 11 заседаний Президиума. Приятно было слышать из уст Бориса Васильевича добрые слова в адрес Мозорской, Жемчужной Полесье, а также о том, что была отмечена наша передача, которую, как мы надеемся, смотрит не только на Мозорском телевидении. К сожалению, зачастую игры проходили при полупустых трибунах. Руководство клуба мало уделяло внимания рекламе. Недостаточное количество офис по городу. Я не говорю уже о рекламе матчей по телевидению. В этой связи с положительной стороны хочу отметить женскую команду «Жемчужина Полесье». Игры проходят практически при полном зале. Есть передача о волейболе на местном телевидении. Болельщики команды ездят по всей республике. В этом направлении руководству других клубов нужно много работы. То, что преемником Батуры станет Валентин Петрович Шаев, не являлось сюрпризом ни для кого из присутствующих. Валентин Петрович, председатель Следственного комитета Республики Беларусь, человек не понаслышке знакомый с волейболом. То есть человек авторитетный, опытный, к тому же знаком с профессиональными нюансами игры. Кажется, не было в зале человека, который был бы против того, чтобы как минимум четыре года Валентин Петрович вел вперед белорусский волейбол. И кандидатура Шаева прошла единогласно. А вот выборы состава президиума, нет, они состоялись по букве закона, но складывалось впечатление, что делегаты конференции голосовали за в знак уважения к высоким гостям, присутствующим в зале соседаний Национального олимпийского комитета, где и проходило мероприятие. Впрочем, время покажет верность выбора, а пока огласим состав президиума и имена двух заместителей председателя Белорусской Федерации волейбола. Члены президиума Валентин Петрович Шаев, Павел Владимирович Игнатов, Николай Константинович Ананиев, Валерий Иванович Савченко, Сергей Палыч и Павел Палыч Шикунец, Игорь Валерьевич Смоленинов, Николай Викторович Позняк, Андрей Геннадьевич Карпенко, Виктор Николаевич Измашкин и Ольга Эдуардовна Арахман. Заместителем председателя Федерации стали Павел Игнатов и Игорь Смоленинов, и позже будут названы имя директора Белорусской Федерации волейбола и ее генерального секретаря. Кстати, Борис Васильевич Батуров в знак уважения к его доброму и славному имени был избран почетным председателем Белорусской Федерации волейбола и считаем не лишним привести выдержки из некоторых выступлений на отчетно выбранной конференции, которые пожелаем претворить в жизнь новому составу президиума Федерации волейбола, а также всем тем, кто работает на благо этого прекрасного вида спорта. Если мы научимся уважать друг друга в пределах страны, то, собственно говоря, требовать уважения нас со стороны заубежных, каких-то партнеров, назовем это так, будет, по крайней мере, не совсем этично. О чем мы имеем без речи? Тот, кто, в общем-то, в теме знает, я в частности не буду говорить, но закон о физкультуре и спорте дает, в общем-то, очень серьезную и базовую аргументацию по поводу и заключения профессиональных контрактов с учащимися школ, училищ и так далее. И, значит, вот это агитация школы за подготовку соответствующих спортсменов к клубам, в которых они, в общем-то, потом продолжают свою спортивную мастерскую кровать. Достойны пристального внимания и слова Василия Алексеевича Князева, между прочим, самого активного участника отчетно-выборной конференции. В своем выступлении Василий Алексеевич вспомнил славные времена тогда еще советского волейбола и напомнил присутствующим, что даже не имея каких-то запредельных физических данных, в волейболе можно победить, если идти к цели не сворачивая, при этом не забывая о вечных ценностях, на которых стоит мир. А ведь мы, белорусы, показывали результаты, где в наших соревнованиях на трех спортсменах стали первыми всесоюзами, на трех первенствах Советского Союза мы были первыми. И знаете за счет чего? Не за счет того, что мы были выше, сильнее, а за счет именно волевых качеств, за счет нашего патриотизма. Вот это сейчас очень сильно утрачено у нас. И этот вопрос надо срочно поправлять. Побольше бы белорусскому волейболу таких опытных, умных, решительных людей, как Василий Алексеевич, тогда, глядишь, порядка было бы больше, и результаты неуклонно шли в гору. Вообще, в рамках одного сюжета в передаче не расскажешь всего, что проходило на конференции. И в последующих волейбольных обозрениях мы нет-нет, да и будем возвращаться к этому знаковому для белорусского волейбола событию. Но в завершении нашего рассказа о нем сегодня мы предлагаем интервью нового председателя федерации Валентина Петровича Шаева, которое он дал сразу нескольким средствам массовой информации. Я уже говорил сегодня, что для меня спорт делится на спорт высоких достижений и спорт как образ жизни. Если мы второе мое предложение превратим в образ жизни, и волейбол станет образом жизни, и спорт в целом станет образом жизни для Беларуси, то достижения, они появятся сами по себе. Наверное, сказанное о мотивации, это было правильно, и вся сегодняшняя конференция духом наполнена именно мотивацией нашего спорта. Это гармоничное развитие личности, это как мотивация развития спорта во дворах, в школах, в районах, в областях и в целом в стране. И для побед это, конечно, патриотизм. Валентин Петрович юности занимался волейболом и, кажется, сохранил к нему искренний интерес, даже, можно сказать, любовь. Верим, что такой неравнодушный к игре человек, каким является Шаев, сможет сделать многое, в том числе и в плане популяризации этой игры. Ведь что скрывать, волейбол не частый гость как на страницах газет, так и на экранах большинства республиканских телеканалов. Мы сегодня говорили о том, что популяризация спорта – это целая отрасль, которой нужно заниматься для того, чтобы в том числе и волейбол провелся как какой-то интересный момент в жизни каждого человека. И тогда каждый выберет для себя, куда ему пойти. Я, допустим, хожу на многие соревнования, в том числе и волейбол тоже. Неделя, которая, можно сказать, началась конференцией, закончилась третьим туром женского чемпионата страны, который проходил после некоторой паузы в играх, и каждая из команд могла за это время уделить большее время тренировкам, отработке игровых связей, в общем, пристать перед зрителями во всей своей красе. Мозорская жемчужная полиция третий тур проводила дома матчами с гомельской надеждой. И, согласно неписанным законам спорта, эта игра попадала под определение дерби, что всегда придает спортивному противостоянию дополнительную интригу и повышенное внимание болельщиков. Правда, еще в прошлом году гомельская надежда – это была команда аутсайдер, а вот в нынешнем сезоне она уже одержала побед больше, чем во всем регулярном чемпионате сезоном 2013-2014. Правда, счет первой партии 25-9 в пользу жемчужной заставил сомневаться в закономерности успехов надежды в нынешнем розыгрыше. Но вот дальше начался настоящий бой, который так люб зрителям. 23-25 – второй сет остается за гостями. 25-22 – вновь вперед вырывается жемчужная полесья. 19-25 – гомельчанки доказывают, что они не лыком шиты и даже на тайбрейке. Победив 15-12, хозяйки третьего тура в этой паре не доказали своего полного преимущества. Скорее, в тот вечер команды были равны. Но так как в волейбольном поединке победитель должен быть только один, то, в общем, со счетом 15-12 пятую партию выиграл Мозорский клуб. Но право – это была и победа надежды, которая, кажется, вернулась в спор за медали республиканского чемпионата спустя долгие годы. Было интересно для зрителей, мы играем все для зрителей. Я думаю, мозорские зрители удовольствие получили. Приятно, что Александр Юрьевич рассматривает нашу жемчужную полесья не только как соперника, но и, как можно сказать, друга. Ведь и вправду победы Мозорского клуба, победы надежды – это успех волейбола всей нашей Гомельской области. Я считаю, это единое целое. Если Мозорская команда выигрывает, это для нас радость. Потому что мы единая область. И как бы не были мы соперниками, но так же, как Баранович и Брест, они друг за друга, так же и мы стараемся друг за друга и поблагодарить, и поздравить с победой жемчужину полесья, если она выигрывает. Потому что если выигрывает жемчужину полесья, то выигрывает Гомельская область. Приятно удивляют и задачи, которые поставил перед командой Александр Юрьевич. И если все запланированное надеждой удастся, то это будет настоящий прорыв из аутсайдеров в лидеры отечественного волейбола. Конкретно войти в четверку. Конкретно. Других мнений быть даже не может. Мы сейчас привлекаем своих старых игроков, ну как старых, которые выходят с декретного отпуска, которые хотят помочь команде. И я думаю, что мы на плей-оффах совершенно другую игру будем показывать. Одной из лучших в составе надежды была Екатерина Антонченко, волейболистка с опытом и отличными физическими дамами. Ну первая партия, девчонки как-то растерялись, глаза были по пять копеек, ничего. Собрались потом, в общем. Сначала из-за разминки началось все, что мозырская команда, конечно, давала жару, ломала доски, и все наши перепугались немножко малышке. Как, наверное, все игроки и тренеры надежды, Катя настроена решительно относительно перспектив нынешнего сезона. Ну мы, конечно, планируем войти хотя бы в четверку. У нас такие задачи. Никому не собираемся уступать. Пусть на нас все настраиваются. В общем, дружная команда. Пришла я, Светлана Назарчук, более опытный игрок. И стараемся молодежь подтягивать. Прошлый спортивный год Катя провела за границей и выступала в чемпионате Казахстана. И что же побудило ее, одной из лучших воспитанниц гомельского волейбола, вернуться на родину? Не жалеет ли она содеянного? Нет, пока что не жалею. Вернулась домой. Ностальгия замучила, как говорится. Ну и надоело с сумками ездить, как прежняя сваха. Кроме Кати, добрых слов заслуживают и остальные игроки надежды, выходившие на площадку. Но как тут не вспомнить опыт Светланы Назарчук, молниеносные передвижения по площадке, пасующие Анны Антасюк, самоотверженность Либера Евгении Французовой и какую-то особую элегантность в игре Марии Жерносек, которая своей левой рукой творила на площадке порой настоящие шедевры. Отметим и хорошо нам знакомую по выступлению за команду девушек Жемчужной Полесье Алену Ермакову, которая добилась существенного прогресса в своей игре и доказала скептикам, что она, Алена Ермакова, в состоянии достойной выступать в команде группы А высшей лиги чемпионата Республики Беларусь по волейболу. Что до Мазаряна, то их победа была с горчинкой, ведь было упущено драгоценные очков за счет турнира на таблице пеленства, да и никогда еще в новейшей истории Мозорского волейбола областной дерби не приобретала такой упорный характер. Команда хорошая, любого соперника нужно уважать. Они очень сильно хорошо сыграли в защите, мы не могли добить, но они подтянулись по сравнению с прошлым сезоном и выглядят в очень неплохой форме. Не могли, нет, просто не имели права мы не проинтервьюировать судью этого матча Андрея Геннадьевича Карпенко. С этой недели еще и члена Президиума Беларусской Федерации волейбола. Первое, что в Президиум избрали не только нового человека в лице меня, а практически весь Президиум, если вы заметили, состоит практически из новых лиц. И то, что вы говорите, крен в пляжный волейбол и не в пляжный, на самом деле волейбол, он трудно различить на классический пляжный. Классики играют летом в пляжный, а пляжники играют зимой в классический. Но то, что до этого в составе Президиума не было представителя того, кто хотя бы его пытается развивать, пляжный, это уже говорит о том, что появились теперь люди, которые в том числе интересуются не только классикой, но и пляжным. Ну а второй момент, на самом деле, почему Президиум представлен, не представлен. Когда в Президиуме находятся много лет одни и те же люди, да не только в Президиумах, а в любой организации, в руководство, не только у руководства, вы сами знаете, что все приедается, становится таким же однообразным, и уже к работе подходишь не так. А, соответственно, если появляются новые люди, они немножко вносят свежую струю. И, соответственно, я за собой вижу такое же, что мы, может быть, что-то освежим, не получится у нас, но на то и следующие выборы переизберут, изберут других в этот Президиум, они справятся еще лучше, чем мы. Поясним, что после избрания нового Президиума, в составе которого достаточно представителей пляжного волейбола, появились опасения у классиков, что теперь им будет уделяться малое количество внимания. Но, как нам кажется, Андрей Геннадьевич обстоятельно ответил на все вопросы, и очень хочется надеяться, что новые члены Президиума Белорусской Федерации Волейбола всегда будут руководствоваться спортивными принципами, где во главе стоит справедливость. Возвращаясь непосредственно к Туру, отмечим, что и второй матч в исполнении соперничных команд в целом ожидание болельщиков оправдал. Правда, счет 3-0 в пользу «Жемчужной Полесье» говорит о меньшем, чем в первый игровой день на кале встречи. Но было бы настоящей трагедией для команды Мозорского нефтепорабатывающего завода потерять еще одну очко или, не дай бог, вообще проиграть. Да, конечно, результат нас не устраивает, но, в принципе, сами виноваты. Мы, легко выигрывая первые партии, начинаем расслабляться и думаем, что соперник просто так нам отдаст. Но команды боевые в этом сезоне пытаются навязывать свою игру настолько, насколько у них получается. Где-то не устраивала первый день игра Наташи Дидицкой. У наших лидеров не заладилась игра, Оля Лазицкая не показывала то, что должна была показать. На фоне своих ошибок подарили мы сопернику две партии. Еще тут вопрос есть и по центральным. Как раз на последней тренировке у нас и Оксана Чехович поручила травму, поэтому позицию эту сразу же закрыть сложно было. Где-то мы не сыграны в этом плане. Поэтому много брака на блоке было и провалили защиту. Ну, выиграли, как бы, ну, такая игра ошибок, как бы я сказал, первый день. А второй день все стало на свои места, сделали меньше брака, глупости меньше своих, добавили мощи в атаке и все стало легко и попроще. Говоря о неудовлетворении результата, Михаил Михайлович имел в виду потерю очка в первом матче с Надеждой. Такие игры, когда играешь 3-2, они заставляют нас работать лучше. Мы должны при своих трибунах показывать уже волейбол более высокого уровня. И вот это хочется добиться от наших игроков. Первый день по ходу матча они на меня не услышали, второй день они исправились. Уже приятно было смотреть на команду. Второй тренер команды Сергей Алексеевич Рута был лаконичным, комментируя прошедший тур. Команда Гумеля всегда традиционно очень сильная команда. В этом году они усилились. Конечно, нам было сложно играть с такой командой, потому что она от обороны очень сильно сыграла. И нам очень тяжело было перестроиться после первой партии, потому что мы очень легко ее взяли. А что касается второй игры, то мы все пересмотрели и начали от защиты, где-то усилили нападение. И очень хорошей сегодня свою игру показала Серик Татьяна. Кроме Татьяны Серик, во второй игре хорошо выглядели практически все жемчужинки. В том числе и одна из самых ярких белорусских фальболисток Людмила Капитан. Как говорит наш главнокомандующий корабля, что местное дерби это всегда тяжело, когда игр встречается областной и Мозырь. Но вчера немножко недонастроились. Было немножко тяжеловато подстроиться, потому что разноплановые игроки. А сегодня, сделав работу над ошибками, мы показали свою игру. К сожалению, игры третьего тура блокирующая жемчужная полисия Оксана Чихович провела на скамейке запасных. В тренировке во время блока я получила удар по мизинцу. Получился небольшой перелом. Ну, врачи говорят, что через месяц примерно я восстановлюсь, надеюсь на это. Ну, как будет, как даст Бог, так и будет. После этого тура жемчужная полисия осталась на вершине турнира на таблице перенства. Правда, там она находится наряду с Баранническим Атлантом. Оба раза со счетом 3-1, выигравшим у Брестского прибужья. Да и Минчанка этот тур пропускала, а по потерянным очкам именно столичный клуб занимает первое место в чемпионате. Кстати, еще одна пара команд, играющая в Грудно, показала вот какой результат. В первом матче спортивного поединка Неман-Коммунальник победа осталась за хозяйками со счетом 3-2. А вот во второй день сильнее оказались гости. 0-3. Нечетное количество команд в этом сезоне не позволяет до последнего тура или до конца первого круга чемпионата расставить команду по ранжиру. Но все же какую-то картину можно составить уже сейчас. И в этой связи очень важен следующий тур, который может определить некоторые команды в рамках лидеров, а иные аутсайдеры. Ну что ж, дорогие друзья, будем готовиться к четвертому туру, да и вообще верить в то, что белорусский волейбол в дальнейшем будет только развиваться. И на сегодня это все. С вами было волейбольное обозрение Евгений Монархович и Юрий Горобец. До свидания.